Оформление аквариума В этом видео я хочу вам представить камень, который очень широко распространен в скейпах. Его очень часто используют в оформлении аквариума не только профессионалы, но и любители. Этот камень имеет множество названий. Грейм Маунтин, Мини Ландскейп, Серая Гора. Я даже встречал этот камень с названием Голубой Дракон. В моем любимом интернет-магазине он называется Чигари. В честь горы, высота которой 8614 метров. Это на 234 метра ниже Эвереста, но считается второй по высоте вершиной на нашей планете. Ее также называют Ка-2. Конечно, этот камень у многих из нас ассоциируется с горой, только в миниатюре. Глядя на него, где-то в подсознании вырисовывается картинка с высокой скалистной местностью. Профессиональные скейперы его чаще всего и применяют в аквариумах таким образом, чтобы он имитировал природный горный ландшафт. Также камень Чигари идеально подходит для так называемого сада камней или Ивагуми. Этот стиль имеет вековую традицию и в ней учитываются не только различные формы камней, но и их расположение. Если правильно расставить камни Чигари, они будут нести не только визуальное наслаждение и эстетику, но и умиротворение. Давайте спросим у людей далеких от аквариумистики, какие у них вызывает ассоциации к камень Чигари. Возьми, пожалуйста, этот камушек. Скажи, какие ассоциации он у тебя вызывает. Держи. Он ассоциируется с морем. Скала в море. Скала в море. Шуршавый такой. Ну а тебе вообще на ощупь он нравится, как он выглядит? Ну да. Скажи, пожалуйста, какие ассоциации у тебя с этим камнем? На, возьми уроки. Ну-ка, и что ощущаешь? Силу какую-то. Ну а у тебя есть какие-нибудь представления, какой-нибудь картинки? Море. Угу. Акулы. Море и акулы. Да. Что-то красивое. Как видите, цвет камня серый. Местами этот камень чуть темнее или наоборот светлей, но не стоит забывать о том, что он добывается в живой природе и может содержать в себе примеси. Есть аквариумисты, которые находили в этом камне примесь металла или, как часто говорят, рыжиков. Но в целом, камень чигари именно таких спокойных серых тонов. И стоит отметить, что такой цвет круто смотрится на зеленом фоне в сочетании живых аквариумных растений. Песок с этим камнем также гармонично смотрится. Фактура камня очень интересная и каждый камень чигари красив по-своему и неповторим. А потому и две одинаковые композиции с применением этого камня в любом случае не будут похожи. Многие считают этот камень универсальным. И я с этим мнением полностью согласен. И не только потому, что он имеет сдержанные тона, но и из-за своей неоднородной текстуры. Камень достаточно тяжелый, но зато не крошится, как камень дракон, например. Он же и Хлара в магазине Декотоп. На мой взгляд, чигари очень хорош для создания биотопа под циклид Мбуна. Жизнь которых тесно связана со скалистыми берегами водоема. Это такие циклиды, как голубой дельфин, псевдотрофеус, меланохромис, лобидохромис еллоу и так далее. Ведь каждая рыбка раскрывается по-настоящему только тогда, когда аквариум похож на их естественную среду обитания. На просторах интернета очень много неоднозначных мнений по поводу того, как сильно камень Серая Гора влияет на показатели воды. Тех из вас, кто использует этот камень в аквариумах, прошу поделиться своим мнением в комментариях на этот счет. Одни утверждают, что этот камень сильно меняет PH в большую сторону. Кто-то говорит про KH и GH, другие пишут, что у них все нормально или меняет незначительно. Естественно, я тоже делал замеры и раньше, и сейчас, когда готовился к этому видео, но значительных изменений в показателях воды не наблюдаю. Да, конечно, он дает реакцию на уксус, но в целом все хорошо. Хотя, возможно, на птичьих рынках или в частных магазинах продают под названием Серая Гора совсем другие камни. Тогда все встает на свои места. Чтобы избежать поддела, конечно, лучше всего покупать в проверенных местах. Например, в интернет-магазине Декотоп. Ссылка на этот магазин в описании под этим видео. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые познавательные видео. На этом у меня все. Всего вам доброго. И до новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры сделал DimaTorzok